Замминистр обороны Польши сказал на этой неделе, что вероятность войны с Польшим участием в ближайшее время оценивается как слишком высокая. Такие же заявления были со стороны Чехии и некоторых других стран Восточной Европы. Как вы оцениваете опасность для Восточной Европы, прежде всего, войны с Россией? Я немножко не понял. Он сказал, что вероятность войны кого с кем? Россия с? Вероятность войны, я цитирую, с польским участием в ближайшее время оценивается как слишком высокая, сказал замминистра обороны Польши Ацепа. Понятно. Я думаю, что здесь я могу только, наверное, комментировать той части, в которой мы имеем определенную информацию. У нас уже дважды поступали инсайды, которым я могу с достаточно большой степенью доверять, говорящие о том, что в Генеральном штабе Беларуси во взаимодействии с Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации разработан сценарий вооруженного конфликта на границе между Беларусью и Польшей. Локального конфликта. Для чего это все делается? Мы видим, что сейчас вся пропаганда России, пропагандистская машина Лукашенко работает на то, чтобы создать не только образ врага в виде Украины, но также показать, что враг он везде. Враг это НАТО. Мы боремся цивилизационно, мы боремся с точки зрения культурных, идеологических подходов и так далее. Они хотят создать историю так называемой Великой Отечественной войны номер два. Для того, чтобы подтвердить эту историю, самого нарратива, что западные страны поставляют вооружение Украине, и здесь я хотел сказать, что мы, как Демсила, и вот у меня были встречи в последнее время и в четверг, и в пятницу, и вчера с военными атташе очень многих европейских и не только европейских стран, мы как раз везде подчеркиваем важность оказания военной помощи Украине. Понятно, пусть наш голос небольшой, но мы также этот голос говорим всегда за Украину и подчеркиваем важность этой поддержки. Так вот, такой сценарий конфликта на границе с НАТО, с Польшей, например, или с Литвой, он покажет, что реально мы воюем в действии со всем блоком НАТО, с западной цивилизацией, и нарратив Великой Отечественной войны номер два появляется в информационном пространстве. Конечно, с точки зрения стратегического планирования, здесь, наверное, военный эксперт больше может сказать, но это логично, иметь такой план для отвлечения, для маневра. Речь не идет о пересечении границы НАТО, потому что понимают, что тогда вступает в действие пятая статья устава НАТО, и тогда уже это война с НАТО, но именно создание локального конфликта возможно. Как раз-таки вот этот ракетный инцидент, который имел место быть в Польше, то, что творится сейчас с гражданской инфраструктурой в Украине, показывает в глазах и Путина, и Лукашенко, что НАТО не способно, не может реально оказать большую помощь Украине, чем оказывает сейчас. И значит, у них где-то появляется большая развязанность в руках, в действиях. И такой сценарий действительно нам описывали, что он возможен. Тогда мы говорим о каком-то участии в этом Польше. Если же говорить об участии вооруженных сил Польши или других стран НАТО в наземной операции в Украине, по одержке ВСУ Украины, ну я думаю, что к этому НАТО еще не созрело. Конечно, мы понимаем, что главными нашими союзниками являются страны бывшего соцлагеря, это те страны, которые находятся на границе и с Белоруссией, и с Украиной, это и Литва, Латвия, Польша, Чехия. Это прежде всего приоритетно, кто нас очень активно поддерживает везде, где только возможно. Ну, дальнюю дугу я не беру, это США и Великобритания. Но они говорят громче, они говорят, может быть, их слышать так же мы можем, но они не ключевые в принятии решений, к сожалению. Есть те страны, которые всегда сдерживают этот подход, это Франция прежде всего, где там пророссийскость настроения, она закодирована. Я там работал послом 6 лет, я знаю, что такое для них Россия, там русская культура, и изменить их даже войной, этой ужасной войной за несколько дней, недель, месяцев невозможно. То же самое и Германия, мы знаем. Поэтому да, эти страны за нас, да, эти страны будут готовы. Готовы ли будет НАТО? Нет. Пойдут ли эти страны отдельно? Думаю, что тоже нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!